Привет! Кто-нибудь из вас задумывался, чем отличаются беговые часы Polar M200 от беговых часов Polar M400? Когда начинаешь разбираться, то кажется, что отличаются они только внешним видом, а функции у них одинаковые. Есть встроенный GPS-модуль, обе модели водонепроницаемы, обе считают пульс, в обеих встроен датчик, который следит за активностью в режиме 24 на 7. Так чем же они отличаются? Давайте разберемся. Начнем мы, пожалуй, с внешнего вида, и он абсолютно разный. M200 обладает круглым дисплеем диаметром 26 мм, который имеет 1342 пикселя. У M400 дисплей прямоугольной формы высокого разрешения, который имеет 16384 пикселя. Разница в качестве довольно ощутимая. Но для спорта разрешение экрана не принципиально, главное, чтобы были четко видны показатели. С этим обе модели прекрасно справляются, как ночью, так и в солнечный день. Управление часами производится механическими кнопками, у M200 их две. Справа кнопка перемещения по меню и выбор режима тренировки, а слева возврат к предыдущему уровню меню. У M400 кнопок 5, справа находится 3, вверх-вниз навигация по меню. И центральная кнопка старт, отвечает за подтверждение и выбор. Слева кнопки свет и назад. Ремешки у модели силиконовые, у M200 он быстросъемный и легко заменяется на ремешок другого цвета. У M400 такой возможности нет и меняется он только сервисным специалистам. У обеих моделей хороший запас ресурса аккумулятора. Для M200 он составляет до 6 дней, с тренировкой в течение одного часа, с функцией GPS и оптическим пульсометром. У M400 ресурс аккумулятора еще выше. Они могут продержаться без подзарядки до 30 дней, если использовать их как обычные часы с фоновым отслеживанием активности 24 на 7. Или часы продержатся до 8 часов тренировки с включенным GPS и датчиком сердечного ритма в Bluetooth Smart. Модели можно подключать к телефону. Прошивка для Android не должна быть меньше 4.0, а для iOS не ниже 8.0. При подключении на часах заработают интеллектуальные уведомления, которые позволяют просматривать сообщения, письма, пропущенные звонки из телефона, прямо на экране часов. Обовещение у моделей происходит по-разному. M200 делает это вибрацией, а M400 звуком. Интерфейс у моделей полностью на русском языке, а всего дополнительных языков 16. С внешними различиями все. Сейчас рассмотрим ряд функций, присущих и M200 и M400. Речь идет об активности. Измеряют они ее в режиме 24 на 7. Модели показывают цель активности, которая делает рекомендации для достижения ежедневной нормы. Например, погулять 50 минут или побегать 20 минут. Показывают время в состоянии активности. Сколько времени мы лежали, сидели, стояли, ходили и бегали. Доступно это в фирменном приложении Polar Flow на компьютере или телефоне. Устройства считают шаги и расстояния, проделанные вами в течение дня. Дают отчет об активности за неделю и месяц. Показывают пользу активности. Напоминают, если вы долгое время не двигаетесь и фиксируют качество и продолжительность сна. С активностью разобрались и сейчас мы рассмотрим, что может Polar M200 противопоставить конкуренту Polar M400. Во-первых, это возможность измерения пульса без использования нагрудной ленты. Это очень удобно и практично. Но тут следует отметить, что возможны погрешности при измерении запястья. А тем, кому нужна максимальная точность, пожалуйста, можно подключить нагрудный датчик Polar H7 и получать данные с точностью ЭКГ. Второе, это измерение пульса в воде. Правда, и здесь могут быть небольшие погрешности. Но для спортивного интереса вполне достаточно. Третье преимущество, это наличие виброрежима. Хоть у М200 и нет звукового оповещения, как у М400, но согласитесь, звук можно и не услышать. А вот вибрацию мы всегда почувствуем. И, наконец, четвертое. Как я уже говорил ранее, у М200 быстросъемные ремешки. Цветов всего 5. Можно с легкостью подобрать ремешок, который подходит вашему стилю и настроению. Есть еще небольшие преимущества, такие как вес. М200 весит на 16 грамм меньше. Или такие, как способ зарядки часов. М200 можно заряжать от любого USB входа, даже без шнура зарядки. Или от сети 220 вольт с адаптером тока не более 1 ампера. Источником зарядки может быть что угодно – компьютер, зарядный блок или магнитола в машине. Теперь рассмотрим преимущества М400 над М200. Во-первых, благодаря встроенному акселерометру, М400 измеряет дистанцию и темп в помещении, частоту шага при беге. Это позволяет контролировать и улучшать качество бега. Во-вторых, в М400 есть блокировка зон. Например, перед вами стоит цель похудеть, и вам необходимо бежать с определенным темпом и с определенной частотой пульса. Для этого и служит блокировка зон. Она сообщает звуковым сигналом, если вы стали бежать быстрее или медленнее с заданного темпа или зоны пульса. Третье преимущество – возможность в М400 интервальных тренировок. Это чередование высоких и низких нагрузок. Четвертое – автостоп-автостарт. Например, у вас тренировка в городе, и вы остановились на светофоре. При этом запись тренировки автоматически остановится. Продолжили бежать, и запись автоматически начнется. Пятое – автоматический круг. Часы будут делать отсечку на каждый километр. Или можно задать круги на карте, и часы будут делать отсечку по данным GPS. Шестое – на основе показателей скорости и установленного в часы расстояния, часы оценивают время окончания тренировки и выводят их на экран. Седьмым преимуществом является функция, которая вернет нас в точку старта – возвращение к началу маршрута. Часы стрелкой на экране указывают направление и дистанцию до точки старта. Восьмым преимуществом является фитнес-тест, в результате которого определяется максимальное потребление кислорода и сообщает уровень аэробного физического состояния. В Polar Flow можно увидеть тренировочную нагрузку, и часы помогут найти оптимальное время тренировок и отдыха, так называемый статус восстановления. Еще в М400 есть виртуальный партнер, с которым можно посоревноваться во время тренировки. И, наконец, последнее преимущество М400 над М200 – это возможность подключения датчика бега Polar Stride Sensor Bluetooth, который необходим во время бега в закрытых помещениях. Более точно измеряет дистанцию в закрытых помещениях и предоставляет дополнительные данные, такие как частоту шага, расстояние, среднюю длину шага, скорость и темп. Обе модели профессионально нацелены на бег, но в них также с успехом можно заниматься фитнесом, лыжными и велотренировками, различными занятиями на улице и в помещении. А также через сервис Polar Flow можно добавить любой из существующих видов спорта. Во время бега М200 предоставит информацию о текущем пульсе, максимальном пульсе, зонах сердечного ритма, зонах скорости, темпа. Есть указатель зон сердечного ритма. М200 покажет расстояние, скорость, темп, высоту над уровнем моря, время круга, время тренировки. М400 в свою очередь при беге отобразит текущий пульс, максимальный пульс, зону сердечного ритма, зону скорости, темпа. Имеется возможность заблокировать зону ЧСС. Есть указатель зон ЧСС. Также М400 показывает скорость темп, дистанцию во время бега, высоту над уровнем моря, время за пройденный километр, среднюю длину шага за километр, время круга и время тренировки. Подведем черту. В целом Polar M200 является отличной моделью для начинающего бегуна. Из-за встроенного GPS и возможности загрузки тренировочных программ. Если вы ищете пульсометр со встроенным оптическим датчиком с оповещениями с телефона, то это оптимальный вариант с точки зрения качества и цены, которые есть на рынке. Если вам нужен более серьезный прибор, более широкий функционал и измерение пульса с нагрудной лентой, то выбирайте Polar M400, который также является оптимальным вариантом в своем сегменте. Качество и цены. На этом у меня все. Обзор подготовлен для магазина SportLife, где вы найдете 100% профессиональную консультацию по часам Polar, Garmin и Sunta. Контактная информация и сайт магазина указаны на экране и под видео. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok